Махамад – студент из Западной Африки. Называет себя частым посетителем библиотек. За все необходимые информации приходит именно сюда. Говорит, единственное неудобство – долгий поиск нужных книг, а также отсутствие заграничных изданий. Здесь еще базы Дании, еще мало. Но тут оно должно быть централизовано. Здесь не обойдется без взаимодействия между библиотеками. Франция, Англия, Германия. Чтобы как-то получить определенный опыт от зарубежной библиотеки. Областная библиотека имени Крупской – одна из старейших в Донецке. Ей 86 лет. Здесь собрано более миллиона 600 изданий художественной и научной литературы. В день ее посещает до 1000 человек. С каждым годом это число уменьшается, рассказывает заместитель директора библиотеки. Чтобы исправить ситуацию, часть книг переведут в электронный вариант. Все издания новые отражены в электронном каталоге. На сегодняшний день библиотека решает вопрос по поводу ретроконверсии, то есть введения изданий, которые истинны были до 1987 года. Хотелось бы, конечно, больше сканеров, которые бы работали по оцифровке. А вот координатор программы «Библиомост» видит решение в другом. По ее словам, библиотека должна стать подобием социального центра с проведением обучающих тренингов и курсов. Создавать на базе библиотеки кружки по интересам, обучать тех же действительно людей уже пенсионного возраста, которые сейчас тоже ищут, чем бы им заняться в свободное время. Библиотека может помочь этим людям, она может их научить, она может им создать возможности для коммуникации с другими людьми такого же возраста. Подобные проекты уже реализовали в Макеевке, Горловке, Славянске и Мариуполе. По словам Натальи Новаковой, в 26 библиотеках провели интернет и создали тренинговые центры. Это помогло в два раза увеличить посещаемость этих учреждений. Инга Лапикова, Кирилл Иванов, Панорама.